Аплодисменты Я начал с того, что был project-менеджером, потом мутировал в product-менеджером, потом пришел работать в EnglishDom. И открылось мне много интересных истин, и поэтому сегодня я пришел немного осветить вам путь в мире продуктовой разработки и рассказать такую достаточно простую тему, как распределить приоритеты между фичами, когда делаете продукт, и сделать то, что пользователю нужно. Заранее немного о специфике. Поскольку я работаю в продуктовой компании, то у нас, к примеру, нет заказчика, у нас есть пользователи. Мы не делаем проектов, мы делаем продукты. Возможно, это будет немного специфично для вас, но на самом деле разница невелика, особенно в контексте моего доклада. И что мы сегодня будем делать на самом деле? Мы поговорим о трех вещах. Первое. Как понять, кому и что нужно? Второе. Что такое важное и как ее эвалировать и распределять? И третье. Немного кейсов. Кейсы, о которых мы будем говорить, иногда будут специально утрированы, для того, чтобы их можно было легко понять. Иногда они будут не утрированы и абсолютно реалистичны. Тогда вы не удивляйтесь, что они связаны с изучением английского, с онлайн-образованием. Ну, потому что это как рэп. Знаете, что вижу, а то он поет. Итак, тема, кстати, если вы ее помните, о том, как делать то, что пользователю нужно. Итак, давайте немного пофантазируем. Представим себе на секунду, что мы делаем одежду для богатых иностранцев. И нам о них очень много известно. Ну, ведь мы всегда, когда делаем, нам кажется, что нам очень много известно о том, кому мы что-то делаем. Или не кажется, и мы на самом деле это знаем. И представьте себе, что мы на самом деле знаем очень много. Итак, те, для кого мы это делаем, это иностранцы, проживающие в Британии, старшего возраста, им 65 плюс лет. Они играют на музыкальных инструментах, любят выступать на публике, они мужчины и состоят в браке. В принципе, под это описание подходит не так уж много людей. Наверное. Или могут быть какие-то проблемы с таким описанием. Сюрприз, сюрприз. Под него подпадает два немного разных человека. Давайте, угадайте, кто это? Принт Чарльз. Вы можете сказать, что, ну, знаете, вместо принта Чарльза мог быть другой человек. Ну, да, дантист мог быть, к примеру. У него тоже очень много общего в Созе Осборном. Или просто менеджер самого среднего звена. Но вопрос в том, что даже если мы делаем для них не одежду, что вообще очевидно, что они парадному одеваются, ну, окей, мы делаем для них гитары. Но дело в том, что и гитары для них тоже нужны разные. В чем же проблема вот этой всей информации, которая у нас была? Ну, ее же на самом деле было очень много. Потому что она не давала нам ответ на вопрос, что нужно тем людям, для которых мы что-нибудь делаем. Ее было много. Она что-то описывала, возраст какой-то, даже привычки, семейное положение. Но она была абсолютно бесполезна. Так мы подходим к первой важной истине. Нам важна информация. Но нам важна информация, которая дает ответ на вопрос, что нужно тем, для кого мы делаем, кем они являются и какие проблемы решают. Теперь давайте к второму парадоксу. Еще немного фантазии. Итак, теперь мы делаем с вами автомобиль. Может, вы никогда не делали, но тут будет совсем просто. И у нас есть три человека, о которых мы знаем очень много. Ну, потому что они очень типичные. Итак, это плотник или строитель. В общем, мастеровой человек. Это мать многих детей. Это, ну, это, в общем, я. Менеджер самого среднего звена. Давайте теперь пытаемся представить, какая машина нужна этому человеку. Ну, какие у нее должны быть характеристики. Мы не будем говорить о марке. Что ему важно? Ну, цена и надежность важна всем. Отлично. Ему важно возить много инструментов. Она должна быть вместительной. Ну, видимо, там должен быть большой багажник. Правильно. Отлично. Мать. Четырых детей. Безопасность, правильно. Ну, багажник тоже может быть большой, но главное, чтобы все дети влезли. Но их главное не в багажник. Отлично. И велосипеды, чтобы влезли. Супер. Но главное, чтобы влезло много детей. Ну, потому что если дети не влезут, то вообще не подойдет. Ну и я. Что важно для этого человека, который здесь нарисован? Чтобы влезли. Большое заднее сиденье. Большое заднее сиденье. Большое заднее сиденье. Одно или несколько? Ну, предположим, что не одно. Да. Она должна быть престижной и хоть немного дорогой. По крайней мере, казаться. Ну, потому что он же тоже пытается казаться дорогим и престижным. Итак, мы учли все эти потребности и сделали машину, которая подойдет для них всех. Вот она. Это на самом деле она. Смотрите, все сходится. У нее большой багажник. Очень большой. Причем такой вообще негабаритный. Туда все, что хочешь, влезет. Даже кусок дома. Она микроавтобус в средней ее части. И туда точно влезут все дети. И у нее элегантный, спортивный перед. Обтекаемый. К чему мы вообще все это говорили? Мы очень часто пребываем в плену иллюзии, что мы делаем вещи, продукты, сайты, приложения для всех. Вот каждый раз, когда вы думаете, что вы делаете для всех, вы вспоминаете эту машину. Ну, вы можете еще Оззи Лотборна и принца Чарльза вспомнить. Если чем-то пользуются многие, это не означает, что для всех сделано. Это означает, что сделано оно будет для всех, но потом к этому подключились к пользованию другие люди, для которых изначально оно не планировалось. Но если вы будете делать все то, что обладает характеристиками, подходящими вообще всем, то эти характеристики начнут мешать друг другу. И поэтому вторая истина, к которой мы подходили. Вы всегда проектируете для одного человека. Вы всегда делаете продукт для одного персонажа. И теперь все это будет записано в некотором количестве вопросов. Итак, все просто. Нам нужно ответить, по моему скромному мнению, всего лишь на небольшое количество вопросов. Первый. Кто он? Этот человек, этот герой, этот персонаж, для которого мы делаем сегодня. Причем не важно, что. Это важно как в случае IT, так и в случае, ботинок, а деда зажигал. Это важно везде. Второе. Чего он хочет и чего боится? Звучит очень абстрактно. Ну, понятное дело, люди банкротства боятся, там, рака, и смены правительства, гражданской войны. Но в данном случае вы ведь-то делаете что-то конкретное. Чего он боится, и какой его страх, какую проблему может устранить или устраняет ваш продукт? Третье. Что он делает уже сейчас без вас, прекрасного проектировщика, продакт-менеджера, продакт-менеджера, хозяина компании? Как он сейчас решает эту проблему? Что он делает с этим, с осознавшимся положением? И последнее. Что для него важно, а что для него не важно? И продолжаем фантазировать. Поскольку, как я вас уже предупреждал, пришел я из компании EnglishDom, то мы постепенно начинаем все глубже и глубже спускаться в пучину английского языка. Чего еще стоило ожидать? И давайте представим, что делаем мы сейчас онлайн-сервис по изучению английского языка. Но поскольку мы уже с вами немного опытные выслушали предыдущую часть нового доклада, то мы же делаем не в общем сервисе, сервис для всех. Мы знаем, что мы делаем для подготовки к международному экзамену. Айлс или той. Окей. И мы получили ответы на те вопросы, которые были записаны до этого. Итак, встречайте. Это Денис. Он студент, живет в Ростове-на-Дону. И дальше немножко подумаем, что же значат эти картинки. Чего он хочет? Он хочет свалить из страны. Это подсказывает нам сразу две картинки. То есть он хочет реализовать план Поросенка Петра. Что он делает для этого? Для этого он пытается сдать какой-нибудь международный экзамен, в которых существует всего лишь два, по его мнению. Благодаря чему он поступит в иностранный вуз. И со временем уедет из страны. Чего он боится? Теперь попробуйте отгадать, что значит эта картинка. Черт. Оригинальная трактовка, да. Боится остаться в России и жить на 18 тысяч рублей вместе. Что нам это дало? Итак, первое. Где его найти? Понятное дело, мы все думаем, что людей нужно искать в Google AdWords, и это, наверное, в какой-то степени правда. Но вот его можно еще в курсе найти. А еще он ходит на всякие ярмарки, конференции, посвященные вопросу, как уехать за границу. И там его будет легче найти, потому что туда он ходит точно. Что для него важно? Для него важно точно уехать. И поэтому ему важны всякие истории успеха. К примеру, какой-то его предшественник рассказывает о том, как он здесь учился, а теперь уже шестой год живет на Туманном Альбионе. И у него все хорошо. И живет он на 18 тысяч рублей. Что для него не важно? И тут самое трагичное. Мы же делаем онлайн-сервис, мы же сайт делаем, а сейчас все какая-то модная вещь. Геймификация, комьюнити, расшарить в соцсети. Так вот, для этого человека это не важно. Почему? Ну, он же из страны уехал, собирается уезжать. Зачем ему геймификация, если у него самый главный вопрос, не будет ли я жить в будущем, впробовать в этой стране? Зачем ему друзья, если друзья, по его собственному мнению, будут в будущем уже в другой стране? Именно поэтому. Для него это абсолютно не важно. Если вы делаете для него лендинги, объявления, описания, приложения, то вот это абсолютно не тронет его сердцем. Теперь немножко ответа на вопрос, где же мы можем взять эту информацию. Никаких сакральных истин. Мы можем произвести опрос, мы можем использовать аналитику, и мы можем использовать контент. Расположены они здесь в порядке убывания доступности. Все просто. Если вы, так как, вот, к примеру, мы уже преподаем английский язык, то нам доступен очень простой источник информации. Если вы когда-нибудь занимались репетитором английского языка, вы просто не представляете себе, как много он знает о вас, о ваших целях, ценностях. Потому что каждый раз, когда вы описываете «if I had money, I would do something», то в большинстве случаев почему-то рассказываете о себе. Вообще, стоило бы пофантазировать и рассказать какую-нибудь нереальную историю, но люди рассказывают о себе. Каждый раз, когда вы пишете сочинение, вы тоже пишите о себе. И болтаетесь над целыми днями на уроках тоже о себе, даже если вы не отдаёте в этом отчёты. Но окей, вы не можете опросить учителей, а если это какие-нибудь хирурги, так хирурга вообще не можете опросить. Хорошо, мы можем задействовать аналитику. И тут сработал как раз этот хак. Итак, если вы знаете, что кто-либо собирает такого рода статистическую информацию, уже за вас попросил, исследовал, то вы можете использовать этот источник. Важно только знать, где искать. И третье. Самое легко доступное, но в то же время самое неочевидное. Итак, представьте себе, что вы ловите рыбу. Пришли вы на озеро, хотите узнать, какая здесь рыба есть. Вот как узнать, какая там рыба есть? Ну, понятно, может статистические опросы произвести рыбаков, ученых опросить, какой-нибудь справочник, какая рыба там водится в озере площадью 500 квадратных метров. Но что может не помочь. Есть, наверное, какой-то более простой способ. Пробовать. Ну, ловить, да. Просить тех, которые должны ловить. Да, но это вот статистический опрос. А она пропадает, зачем вы ловите? Отлично, это аналитика. Просить местных жителей. Ну, это тоже опрос. Не, хорошо, это все хорошие и полезные идеи. Ну, а можно как-то без людей обойтись? Ну, там статистические опросы рыбы, я наверняка. Понырять. Попикол. Ну, да. Можно, конечно, понырять. Хотя, честно говоря, я когда нырял, ни разу никакую рыбу при чете не заплетал, хотя она там есть. Но просто она все время расплывалась от моих нырков. Можно, конечно, половить. Но, представляете себе, это вы... Ну, а как это в жизни делается, когда вы делаете сайт? Мы создали сайт. Клюет на него кто-то или нет? Ох, черт, не клюет. Другой создают. Поехали на декоративки. Да. А вот это уже ближе к истине. Можно покрошить туда хлебушком, червячков и посмотреть, кто всплывет. Ну, конечно, всплывет не вся жизнь, мы с фойзера, потому что они гранату бросили. Она тебя ведет. Да. Но хоть кто-то всплывет. И если хоть кто-то всплывет, то первое, это значит, что там вообще что-то есть. Ну, а если там есть караси, то значит и щуки, наверное, водятся. И поэтому, ну, как это работает в жизни? Напишите статью, к примеру, как уехать за границу дешево, бесплатно, без регистрации SMS. Или как учить английский по Skype. Туда начнут приходить люди, которым это интересно. Вы сможете узнать, кто туда приходит. Устроите оффлайн-презентацию, псевдо- или реальную ярмарку, возможность, и посмотрите, кто же туда приходит. Это будет очень полезно, особенно в тех случаях, когда вы раньше этого не делали, и просто пытаетесь понять, кто вообще могут быть эти люди, для которых я вот это все задумал. Итак, а где же рыбачили, где же рыбачил я? Я не крошил ничего. Воду. Я просто зашел на сайт, который проводит такой экзамен, как Айлс, и оказалось, что они проводят очень подробные статистические исследования. К примеру, они задают вопросы, касающиеся того, зачем вы сдаёте экзамен, сколько лет вы учили английский, в какой стране вы живёте, какой уровень образования, доход и так далее и подобное. В общем, опросы очень длинные, а все время, когда Айлс задавал, он опрос оказался более подробным, чем сам Айлс. Итак, всё оказалось до такой степени красноречиво, что около 80% тех, кто его задают, задают его всего лишь до двух целей. Иммиграция и учёба. Тех, кто сдаёт для учёбы в три раза больше, чем тех, кто для иммиграции. Но если посмотреть дальше исследования, которые их проводят, открывается удивительная истина. Многие из тех, кто сдавали её для учёбы, впоследствии живут не в этой стране. Что открывает глубину их намерений. И поэтому, хоть тот пример, который вам привёл, был несколько утрирован. Понятно, может, нет никакого Дениса, а может, Ростова, ну, никакого нет. А вот эта статистика есть. Итак, это была первая часть нашего с вами мармезонского балета. Переходим ко второй. Вторая, как распределить приоритет. Первое, что нам нужно сделать, это отделить зёрна от плен. Вот помните, я там вам говорю в первой части, нужно узнать, что ему важно, что не важно, страхи, кто. Но на самом деле не существует никакой чёткой, чёткого каркаса. Вот страхи иногда важны, а иногда не важны. Итак, представим себе, что мы делаем развлекательное приложение. Но только мы делаем его в двух разных случаях. В первом случае оно просто обыкновенное. Станавливается на планшет, там, из Google Play или из App Store. В таком случае страх того, что оно разряжает батарею, и к вечеру ваше устройство сядет после игры в эту штуку, это реальный страх. Если люди прочитают в комментариях, что он усадит батарею, они не будут его скачивать. Ну зачем такое скачивать? И вы узнали об этом, в презентации было написано, что страхи это важно, поступила вам задача разработать такое же приложение только в самолётах. И вот оно пропускается на таком же планшете, который вмонтирован в стенку кресла, которое стоит перед человеком. И вы отвечаете на вопрос, какие есть страхи. Страхи-то есть. Но только они никак не связаны с вашим приложением. Люди, которые летят в самолёте, могут там разного бояться. Что самолёт упадёт, что бортпроводники будут какие-то неадекватные и не разрешат им пить алкоголь, купленный в Дьюти-При. Может, этого они боятся. Но вот они точно не боятся вашего приложения. Ну окей, может быть скучным, но они этого не боятся. И поэтому никаких страхов в этом случае быть не может. И поэтому вы не должны их учитывать. Так же, как вы не всегда должны учитывать возраст. Так же, вы не всегда должны учитывать той, состоит человек в браке или нет. Речь лишь в том, влияет ли это или реально ли это может на что-то повлиять. Окей. Мы заговорили о метриках. Давайте теперь откроем такую мрачную тайну. Знаете, метрики бывают качественными, а бывают количественными. Еще они там бывают реальными, нереальными, правдивыми, неправдивыми, придуманными, непридуманными. В общем, они любыми бывают. Но я лично считаю, что они бывают качественными и количественными. Поэтому так здесь написано. И это не те метрики, к которым, возможно, привыкли в проектах. Вот у проекта или у продукта могут быть по основам метрики, знаю, там, ROI, lifetime value, или, знаю, показатели прибыли, и все такое. Когда вы делаете продукт, вы, конечно, можете рассчитывать на то, что у него в будущем будут какие-то метрики, да, там, в бизнес-план это писать или еще какой-нибудь документ. Но в данном случае речь идет не об этом. В данном случае речь идет о том, какие вы метрики можете использовать для того, чтобы ответить на вопрос, что делать нужно. Это или вот что-то другое. И продолжаем строить наш сайт онлайн-образование, который мы начали с вами строить. И немного метров. Количественные. Итак, за месяц вы получили 25 обращений от пользователей сделать это. Если вы сделаете это, то посещаемость может вырасти в N раз. Или же принести N денег. Качественные. Ваш босс считает, что это круто. Вы видели такое у конкурентов. И это соответствует образу вашего пользователя, которого мы не зря начали строить в части 1. И теперь еще больше погружения в реальную практику. На вас сверху упал метеорит. К нему была привязана бумажка, на которой было написано в срочном порядке запилить вот эти фичи. Но к части порядок вы можете выбирать. Итак, геймификация, промо-коды, новые, ввел 10% получил, реферальная программа, новые типы тренировок и что еще? И отзывы о курсе. Что мы делаем со всем этим? Никакой магии. Что мы делаем? Первое, записываем в Excel, на листочек. Второе, проставляем их значимость настолько, насколько можем оценить от 1 до 10. и получаются какие-то числа. Можете посмотреть на них, порадоваться тому, что новые тренировки босс оценивает очень сильно. А, к примеру, отзывы о курсах кажутся не такими крутыми. Ну и с другими прочими циками. Как мы видим, у отзывов не очень много шансов быть сделанными или сделанными быть скоро. Там, а тут новых тренировок таких шансов много. Но, позволю себе предположить, что не все метрики одинаково важны. Это не значит, что мы какие-то будем выкидывать. Это значит, что мы добавим показатель их значимости. И произойдет немного магических изменений. Как вы помните, мы говорили о том, что образ пользователя очень важен. Если мы делаем не для нашего пользователя, то, увы, а, скорее всего, спрос будет как на вот эту прекрасную машину. Ну и, конечно же, сюрприз-сюрприз. Если это имеет малое влияние на доход, то мы тоже вряд ли будем делать это. Какие магические перемены произошли? И как вы можете объяснить, почему? Коэффициент бета появился. Не, понятное дело появился коэффициент бета, но изменился порядок приоритетов. То, что надо нашему пользователю, магическим образом вырвалось на второе место. Хотя по всем остальным метрикам все очень нехорошо, а пользователи вообще об этом не просили. Но вот в чем проблема. мы не игнорируем запросы от пользователей, если они поступают. Но в то же время судьба может быть такова, что вы можете подряд получить пять запросов от пользователей, которые вообще не репрезентативны. Или там был просто один запрос, а все остальные с ним согласились, потому что они были где-то у вас на форуме. Или в графе пишите нам на вашем сайте, где все могли видеть, что пишут другие люди. Или просто судьба составляли портрет вашего пользователя, действительно изучали, кто же он такой, то он имеет больше значения. Итак, теперь совсем капитанский слайд в продолжении того, что было в предыдущем. Ваши метрики должны лежать именно вот там, на пересечении ваших интересов и интересов пользователей. Если они лежат не там, то это не очень хорошие метрики. Об этом обязательно нужно было сказать, поэтому помните об этом, никогда этого не нарушать. И поскольку мы уже приблизились к самому концу нашего выступления, недолго осталось, то реальный кейс из совсем реальной жизни, из жизни совсем реального приложения. Итак, как вы помните, EnglishDom занимается тем, что учат людей английскому и зарабатывают на этом деньги. И к тому времени, как началась эта история, было сделано уже огромное количество всего. У нас уже был сайт, на этом сайте уже можно было заниматься с припятизером, заниматься в группах, заниматься при помощи онлайн-тренажера, там уже был электронный учебник, и решили сделать приложение. Ну, не какое-нибудь простое, а золотое, которое будет тренажером слов. И в чем же проблема? Ну, наверное, в том, что тоже нужно было ответить на вопрос, для кого мы это делаем, что для них важно, кто они вообще такие, и зачем это нужно. И все очень просто, и в то же время очень сложно. для тех пользователей, для которых мы это делаем, большинство метрик, которые можно было себе представить, не имеет никакого значения. Не важно, сколько им лет, не важно, в какой стране они живут, или где они работают. Почему? Потому что мы знаем они гораздо более важные вещи. Они уже занимаются у нас английским. То есть, они уже занимаются репетитором и учат с ним слова. Занимаются в группе и тоже учат там слова. И, конечно, тренируют в онлайн-пренажере. Но сюрприз-сюрприз, все они могут делать это только сидя за компьютером. И поэтому то приложение, которое мы делали, должно было удовлетворять всего лишь одной простой потребности. Оно должно было перенести все те же самые процессы к ним в карман. Ну, или, правильнее сказать, к ним в телефон. И после этого было очень легко определиться с тем, каким оно должно быть. Первое, оно должно быть очень похожим на то, к чему они уже привыкли. То есть, оно должно быть визуально похоже на сайт, на котором они каждый день занимаются. Оно должно быть функционально похоже. То есть, там не должно быть никаких неожиданных для них функций, никаких неожиданных для них вещей. Потому что это будет их расстраивать. И третье, что самое важное, поскольку это функция переноса чего-то из компьютера в карман, то им было бы очень приятно, если бы все, что они делали на компьютере, синхронизировали бы к ним телефон. Что это дало? Очень просто. Это дало нашим пользователям дополнительную выгоду или дополнительное удовольствие от того, что они занимаются с английским. Все просто. Но это избавило нас от огромного количества проблем. К примеру, если бы мы делали не так, исследовали какой-то иной логики, то, к примеру, возник бы парадоксальный вопрос. Окей, существует Lingua Leo, Puzzle English, etc., 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 может быть, сделать как у них, или может быть, сделать так, чтобы понравилось всем. Я не пророк и не сын пророка, но могу предположить, что если бы даже мы начали делать приложение для всех, то, скорее всего, мы сделали бы не для кого. Но в данном случае оно решает простую узкоспециальную задачу, которая делает наших пользователей счастливыми, а не каких-то там марсианских. И поэтому мы считаем, что это было хорошо. Итак, so what? Первое. Если вы еще этого не делаете, то постарайтесь в следующий раз, когда начнете какой-нибудь проект сделать или продукт какой-нибудь пилить, может, судьба готовит вам такую судьбу, ответить на вопрос, кто на самом деле ваш пользователь или пользователь вашего заказчика. Потому что в противном случае есть огромная вероятность того, что вы будете делать то, что после рождения умрет. Второе. Если вы еще не собираете метрик, которые позволяют ответить вам на вопрос, что важно, а что не важно, начните это делать. В том, что я показывал, нет никакой магии, никаких гарантий 100% это сработает, но пытаться подсчитывать гораздо лучше, чем пытаться верить в судьбу. И третье. Взвешивайте их настолько сильно, насколько можете, эволюируйте, определяйте значимость. И самый конец этой истории. К чему это я вообще все ввел? Я же продакт-менеджер, который пришел на project meetup и решил здесь вам что-нибудь развалить. В общем, когда-то давно я сам был project manager и еще вот этого не знал. Конечно, реализовать проект это главное, реализовать его в сроке это тоже главное, но у меня был своего рода печальный кармический опыт, связанный с тем, что мы сделали огромное количество всего, как было по ТЗ, как заказчик просил, как он требовал, как договаривались, и никаких проблем, но после этого, когда возникала потребность показать следующему успешный кейс, то приходилось демонстрировать просто-таки живое кладбище. Хотя нет, простите, хочешь кладбище живое? Кладбище-то мертвое. И поэтому, и главное, ответ на этот вопрос вряд ли вызвал бы у нас много затруднений или потратил бы много нашего времени. Мы намного больше потеряли времени, когда у заказчика умирал проект, он понимал, что что-то не так, но ни он, ни мы не понимали, чего это он вдруг умер. или что вдруг пошло не так. И поэтому, если вы еще не делаете этого, постарайтесь это делать. Возможно, это принесет вам пользу. И это точно принесет вам пользу тем, для кого вы это делаете. На этом все. Тут еще какая-то ссылка. Я не помню, какая, но если вы сфотографируете это, то вы получите ответ на этот вопрос. помню. Это все? Еще какая-то ссылка-бсылка? Да нет, вроде. Сейчас смотрю. Во! Все. Хорошо. Сейчас время вопросов. В принципе, у вас есть отверший вопрос. Давай. Хорошо. Три вопроса я вижу. Давайте по очереди Всем привет, меня зовут Дима. Первым подскажи, пожалуйста, у вас цель была в данном случае, так сказать, в начале приложения, когда вы решили, что нужно разрабатывать, могло быть несколько целей привлечения новых пользователей. То, что вы сделали, реализовать какой-то функционал, который поможет вашим текущим пользователям. Как вы выбирали из тех задач, которые могут быть именно вот эту конкретную, как вы ранжировали и выбирали? Мы ранжировали и выбирали приблизительно таким же образом, как у меня в презентации было отражено. Там еще был один фактор, можем мы или не можем такую реализовать вообще. Но это фактор, который я не стал туда вносить, но просто потому, что он общеизвестен. Отвечая на вопрос о том, мы могли это сделать в том числе не для наших пользователей, а для пользователей вообще. Но тут все очень просто. Я уже отвечал на этот вопрос в своей презентации. Дело в том, что опыт того продакт-менеджера, который к счастью решил делать его именно таким образом, подсказывал то, что я вам и сказал, что мы поняли, что если делать его для всех, то скорее всего большому количеству людей это не понравится. Вы можете зайти в Google Play или в App Store и почитать отзывы к приложениям для всех. Иногда там люди пишут следующие отзывы. Ваше приложение А не такое, как приложение Б. Именно поэтому оно мне не нравится. Почему оно должно быть такое же к приложению Б? Вообще непонятно. И поэтому задача-то у него было две в теории. Первое – это делать более счастливыми тех, кто у нас уже есть. А второе – это если туда зайдет вдруг кто-то, кого у нас нет, то он со временем должен так пообыкнуть в этой среде, что глядишь и заниматься начнет. Но эта цель преследуется и сейчас. Если туда зайдет кто-то, кого там уже нет, то там нет ничего крамольного в том, что он со временем пообыкнет. Но эта цель второстепенна. И все функции, которые там есть, реализовывают это во второстепенной. Реализовывают это во вторую очередь. Это не значит, что оно будет казаться мерзким тому, кто до этого там занимался полингвалео. Но ему оно может понравиться в гораздо меньшей степени. Но зато от него не испытывают отвращения те, кто у нас уже есть. И это гораздо лучше. Спасибо, спасибо. Там девушка была. Вопросы? Да. Здравствуйте. Спасибо за презентацию. Меня зовут Татьяна. У меня такой вопрос. На одном из ваших слайдов вы показали, что важно монтировать страхи. Какие страхи вы видели у ваших будущих пользователей и вашего положения? Как вы с ними работаете? Вообще, я вроде говорил об этом в презентации. Смотрите. Самые главные страхи, которые мы предполагали, что у них могут быть, это будет очень сильно отличаться от того, к чему я уже привык. Мне придется привыкать заново. Это будет не синхронизировано с тем, что я уже имею. Ну, все очень просто. И так, представь себе, целый день учил какие-то слова, там еще и гимификация у нас есть, набивал какие-нибудь ачивки, слово to be or not to be уже выучил. Захожу в приложение, вот тебе слово, выучи. А я же его выучил полчаса назад. Это не то, что вот страх, которого человек боялся, но если такое случится, то есть он не боится, наверное, он не боялся, когда открывал приложение, что это сейчас будет или нет. Но вот если вот это случится, то, поверяю вас, вот реакция будет как на реализованный страх. И поэтому, подводя вот очень простую черту, то, что видели мои. Понятное дело, кроме того, что оно будет там, не знаю, ключи, там баги, будет не установиться на мой телефон. Ну что, какие-то гигиенические, какие-то признаки, которые нужно учитывать в любом случае. Это будет очень мне незнакомо, это не будет реализовать мои потребности в изучении слов «хорошо», и это не будет интегрированным в ту систему, с которой я уже работаю, и в которой я что-то выложил. Там свои часы работы, минуты счастья, элементы жизни. Ну и вот это те страхи, о которых мы думали, которые пытались превентировать. Ну вот и все. Да, может там что-то еще будет. Сергей. Могли бы открыть таблицу там, где вы проставляли приоритеты? Да. Вопрос вообще заключается в том, что не совсем раскрыта тема подбора приоритетов для весовых коэффициентов. Это чисто юристически создавалось? Либо есть какой-то более-менее наручный подход? Почему, например, юзер 35 и деньги 35, опять там крутость? Почему крутость не 50? Может вы хотите взять самое крутое приложение, которое есть на рынке? Да, нет. Вопрос по понятию? Да, вопрос по понятию. Эверистический подход или есть кто-то? Реалистический или… Эверистический. Эверистический? Может дефиниться этого слова? Нет научного подхода, потому что народ собрался и мы посчитали, что вот действительно деньги нам сейчас важны. Давайте 35 или 30 или 29. Как вы распределили? Вот смотрите. Все очень просто. Никто не сможет провести черту между 35 и 30. Даже нельзя провести черту между 6 и 7. Можно провести черту между 2 и 8. То, что там было отображено, исходило из очень простых принципов. Есть два самых главных критерия. То, кто понравится это пользователю и повлияет ли это на деньги. Есть менее важные критерии, совсем субъективные. Это кажется кому-то одному, какому-то начальнику. Сейчас, предположим, моему. И об этом пишут какие-то нерепрезентативные люди, потому что мы не знаем, репрезентативные или нет. И поэтому придаем это уменьшится значение. Итак, расставлены они там были в порядке их значимости, которую мы предполагаем, что она вот именно вот такая. Количество процентов у этого может быть другим. Но если просто говорить о том, что увеличивая количество процентов, мы как-то можем повлиять на результат, мы расставляем проценты таким образом, как мы считаем, что это значимость в реальности существует. Ну, то есть в реальности более всего важны два фактора. Но, кроме того, иногда могут быть правы пользователи. Кроме того, иногда могут быть не менее важны и другие. Но мы все равно предполагаем, что самое главное, вот эти два, мы просто не выкидываем остальные. Итак, первое. Количество процентов, которые мы там распределяем, зависит от человека, который составляет таблицу. Там от людей, которые собрались, чтобы эту таблицу составлять. Потому что даже ученые в оценке того, не знаю, сколько будет жить тот или иной человек в зависимости от того места, где он родился, тоже расходится во мнениях. Понятное дело, что это не подписано Богом или британским ученым. Но оно основано, а, на том, что мы считаем, что эти факторы так распределяются, б, на том, что мы придаем объективному больше значения, чем субъективному, и, с, доказать распределение между 35 и 40 невозможно, потому что его могли бы расставить другие люди по-другому. Вот это все. Спасибо. Еще один вопрос. Да. Еще раз, Александр, скажи, пожалуйста, если это не закрытая информация по факту успехов приложения, какая цифра была запланирована по скачиванию и что есть на текущий момент? То есть мы определились с ценностью, как это реализовалось в жизни? Как это реализовалось в жизни? Ну, то есть сколько планировалось, скачивания планировались, или каким образом, критерии успеха были приложения, или количества скачиваний не было? Как мы можем померить успех, исходя из команды, которая садилась и разрабатывала? Я думаю о том, какое количество информации я могу раскрывать об этом. Да, да, да. Трудный вопрос. Но я попробую дать на него ответ, который можно давать. Не о количестве скачиваний там, не о том, сколько их вначале планировалось, потому что мало ли там, видео-то записывается. Итак, смотрите, планировалось, что в среднем оценка этого приложения у пользователей будет 4+. Эта цифра была реализована и превышена. Ну, там 4-6, я только что посмотрел. Я, честно, это количество скачиваний. Да. Но это же можно 4 человека оценить и... Нет, но пока оно измеряется сотнями человек. Просто потому, ну, то есть почему оно измеряется такими количествами человек? Ну, просто потому, что оно нацелено на тех людей, которые занимаются у нас. Поскольку мы пока что еще, не знаю, активно его им не промоутили, а просто давали возможность пользоваться тем, кто им пользоваться готов, ну, то вот. Оно живо. Так вот, представлюсь немножко. Меня зовут Хена. Я программ-менеджер в компании Valtech. Работаю в IT уже больше 8 лет. И, собственно, сегодня я поделюсь своим опытом и своими практическими советами, как работать с рисками и зачем вообще это нужно. И нужно ли вообще. Вот. Собственно, что сегодня будет на этой сессии? Что такое риск или же возможность? Вот. Четыре стратегии работы с рисками. Риск-лох, его атрибуты, матрица рисков. И что это может дать вам на проекте? Сейчас. Угу. Угу. Да, ладно. Презентация это та, но нету… Слайд? Да, но не переходит, не хватит. Угу. Угу. Не, не, оно должно появляться, картинки, а не происходит такое. Ага. Ну ладно. Будем выкручиваться, как есть. Так. Тогда презентация со спойлером. Спойлер-адишн. Хорошо. Начнём с того, что такое риск. У кого-то есть какие-то предположения, что такое риск? Прекрасно. Неприятная случайность. Ага. Случайность. Хорошо. Что случится? Ничего нехорошее. Да. То есть… Да. Неожиданное событие. Неожиданное событие. Ну в целом, да. То есть это какое-то неопределённое событие, которое может случиться с вами на проекте. Ну, вернее, не с вами, а с проектом. Надеюсь, с вами ничего плохого не случится. Если с вами, тогда тоже есть. Ну да, да. Ну это… Вас заменят и ничего страшного. Незаменимых людей у нас нет. А если не происходит с вами? Вот. Недавно я делал… Собственно в мои обязанности входит делать обзор риск-лога для project managers на нашей программе. И вот я увидел вот такой интересный риск, который называется We would not have any developers to help on 1st May release date от нашего project manager из Франции Анну Луэр. И я сразу подумал, блин, ну это же серьёзный риск. На релизе всегда что-то случается и всегда нужен человек, который должен помочь, подсказать, что-то сделать, возможно какой-то hotfix. Все видели эту красивую картинку hotfix на продакшн, вот как-то так. И потом буквально через 5 секунд мне пришла светлая мысль в голову, что это в принципе не риск. Потому что 1 мая в Украине, так же как и во Франции, это праздник. То есть это не риск, потому что вероятность наступления этого события 100%. То есть оно не возможно случиться, а оно 100% случится. То есть это наоборот есть потенциальная возможность хорошая, что кто-то согласится выйти в 1 мая в свой выходной и поработать. Но риска здесь никакого нет. И это нас приводит к тому, что риск это неопределённое событие, которое может, ну и вы его потом естественно определяете, но в целом это неопределённое событие, которое может произойти у вас на проекте. Собственно риск это не обязательно что-то плохое. Почему говорят, кто не рискует, тот не пьёт шампанского. Потому что иногда риски это собственно есть возможности. То есть возможно вы используете какой-то классный фреймворк, в котором будет половина функционала, которая вам необходима на проекте. И вы сэкономите себе кучу времени. То есть есть такая возможность и вы используя этот фреймворк, вы потенциально приближаете себя к этой возможности. То есть риски, мы всегда рассматриваем риск как что-то плохое, но на самом деле он бывает как положительный, так и отрицательный. Но чаще всего отрицательный, потому что так человеческий мозг работает, что мы в первую очередь смотрим только на отрицательный, а потом уже на положительный. И вот мы определились с тем, что такое риск. Что дальше? Вы когда-нибудь ходили в магазин на неделю скупляться без списка? Я так постоянно делаю. И что с этого получается, что я покупаю очень много всяких вещей, приезжаю домой и такой, а где грим? То есть продукт, который я регулярно потребляю, но его нет. Потому что я приехал туда без списка и я кучу всего взял. Много то, чего возможно даже пропадёт, но я много чего взял. Это нас приводит к тому, что первое, что нужно для того, чтобы работать с рисками, это собственно их найти и записать. Вот пример списка рисков. Пример взял из одного из проектов, на котором я был project manager. То есть, к примеру, здесь мы видим категорию риска, собственно, что за риск и его description. Возьмём первый. Тим, команда не знает практически ничего про Git, TFS и SharePoint. И, соответственно, у них нет опыта с этими инструментами и, возможно, они быстро и легко научатся этому, а возможно и нет. Возможно, это займёт больше времени и это повлечёт какие-то неприятные события на проекте. То есть, мы первым образом, нам нужно записать. Откуда мы возьмём этот список? Ну, было бы очень грубо считать, что вы самый умный человек на проекте. Вот. И пытаться это всё сделать самому. Поэтому моя вам рекомендация – это, собственно, задействовать команду с тестировщиками, DevLead, 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 QA Lead – ваши первые помощники. Сделать небольшой брейншторминг и попытаться найти риски, которые возможны. Вот иногда бывает, ты присылаешь проект на эстимацию DevLead, и он говорит, ну всё, там туши свет. Почему-то он так говорит, а это нужно перевести, собственно, в риски и в другие моменты, о которых можно, собственно, потом с клиентом общаться. Вот. И самый первый человек, к которому я обычно обращаюсь за рисками – это, собственно, сам клиент. Потому что я спрашиваю у клиента, какие он сам видит риски на этом проекте. И чаще всего это те риски, о которых вы, в принципе, знать и не могли. Например, он говорит, что, ну, если мы не зарелизим в эту дату, то как бы меня нагнёт инвестор. И тут вы понимаете, что у вас срок не то чтобы фиксированный, он прям очень фиксированный. И его будет очень сложно подвинуть, и, соответственно, когда ты планируешь что-то, ты это всё учитываешь. То есть есть риск, что если что-то пойдёт не так, то вероятность того, что вы просто сдвинете своё расписание проекта, не сработает. То есть это то, с чем вам приходится работать. Дальше перейдём к… записали мы риски. Все мы их видим, всё, все вроде согласны, всё хорошо. Но что нужно делать с ними дальше? Все смотрели фильм «Игры разума»? Понравился? Да. Мне тоже очень понравился. И там есть замечательная сцена. Собственно, когда они сидят в баре и туда заходит группа девушек, красивых девушек, но все, естественно, смотрят на одну блондинку, которая прям очень красивая. И, соответственно, все они уже начинают обсуждать о том, кто же получит эту блондинку и кто проведёт с ней хорошо время. И главный герой, собственно, Арсел Кроу говорит, что не стоит идти к этой блондинке, а нужно просто распределить всех остальных девушек, и тогда мы все будем выигрыши. Это такой интересный пример о том, как экономический инструмент в данности этой, в этом конкретном случае это экономическая теория помогает в жизни. Так вот, я приведу вам пример интересный о том, как я занимаюсь риск-менеджментом в повседневной жизни. Сижу я, в общем, в IT-баре, ну, old pal, я думаю, бывали там хотя бы раз, и заходит красивая девушка. Естественно, что я посмотрел, вау, круто, нужно с ней познакомиться. И что происходит дальше? Дальше я начинаю заниматься риск-менеджментом. Это происходит непроизвольно, но дальше я вам объясню, и мужчины подтвердят, что это именно так и происходит. В чём, собственно, почему риск-менеджмент? Потому что это большой риск. Если я к ней подойду, а она мне скажет нет, я злотну в грусть и пойду плакать в подушку. Ну, плюс-минус как-то так это произойдёт. Поэтому это большой риск. Много я на кон поставлю в этот вечер. Поэтому у меня происходит риск-менеджмент. Первое. Что проносится у меня в голове? Ну, просто подойти к ней, и там, ну, как это обычно происходит, что-то промернуть, типа в духе «Привет, меня зовут Гена, ты такая красивая». Ну, и надеяться на лучшее. Что в какой-то вселенной это сработает, а иногда срабатывает, и что-то, собственно, дальше получится. Это первое. Вторая стратегия. Это, собственно, подойти к микрофону, ну, к бармен Серёжа, и попросить его сделать хороший коктейль для девушки. Если он его сделает ещё сладким, с хорошим содержанием алкоголя и с газиками, то даже ждать долго не придётся. Это вторая стратегия. Третья стратегия, собственно, той, которой я воспользовался в тот вечер, это, собственно, мой дух. Он, как оказалось, он её знает. Ну, и я, собственно, попросил его, ну, будь своим пилотом, сходи и узнай, свободна ли она и, собственно, не хочет ли она познакомиться с хорошим парнем. Ну, это вторая стратегия, или нет, третья даже. Третья. И четвёртая, и я уверен, тут уже девушки точно скажут, что это та стратегия, которой пользуются большинство парней. Сидеть на попе ровно, если не спросишь, не получишь отказа. Вообще зашибись с темой. Итак, что мы видим? А мы видим, собственно, четыре стратегии работы с риском. Это принять риск, собрать свою волю в кулак и подойти. Это уменьшить вероятность наступления этого риска, угостить коктейлем. Третья стратегия – это трансфер, это отправить этот риск кому-то другому. То есть, если она откажет, то она же отказала не мне, а другу. Так что я тут ни при чём. Плакать точно не буду. Ну и третья стратегия – избегать. Просто сидишь и ничего не делаешь в надежде, что ничего плохого не произойдёт. Но у нас есть список, у нас есть стратегии работы с риском. Что ещё, какие ещё параметры и какие ещё характеристики у риска могут быть и с которыми нужно работать? Вероятность наступления и критичность. Вот, вероятность наступления. Последствия направлены. Последствия направлены. Последствия направлены. Да, вот, отлично. Это, собственно, и есть два основных критерия у риска. И когда мы это всё соберём в кучу, мы получим риск-лох. Почему именно делаем? Я попытался привести пример к реальной жизни. Это, собственно, пример риск-лога из одного из проектов, на которых я был Project Manager. Я уверен, что пример с девушками был бы куда интереснее. Но я думаю, что в конце сессии вы всё-таки хотите унести что-то с собой. Но я на это надеюсь. И, собственно, Антон пошарит с вами презентацию, и вы сможете как вариант воспользоваться как пример. В принципе, примеров в интернете много. Я не говорю, что это идеальный кейс. Но это то, как я это делаю и то, как у меня это работает. Собственно, здесь есть риск-элемент. Description. Вот этот вот светофорчик. Мы скоро к нему вернёмся. Идём дальше. Есть action plan. Вот. То есть, собственно, что мы будем делать для того, чтобы с этим риском. Дальше есть probability, собственно, вероятность. То, как вы и сказали. И влияние на проект. И дальше стратегия. Собственно, что мы делаем с этим риском. То есть, мы принимаем его, избегаем или мы уменьшаем его вероятность или влияние на проект. Так вот. Что же это за светофорчик? Это risk value, которая говорит вам о том, насколько этот риск важен для вас. Это простое перемножение. Вот есть вот этот вот, собственно, риск о том, что люди не знают технологии. Хотя они довольно таки известны. TFS, Git, SharePoint. Как минимум с двумя из них вы точно сталкивались. А я думаю, даже многие из тремя. Ну, в основном все используют не TFS, а Jio. И я тоже рад использовать Jio. Но иногда приходится использовать TFS. Это майкрософтовский продукт. Вот. Мы перемножаем. Вероятность 3. Импакт 1. Получаем кроечку. Это у нас в зеленой зоне. Вот. В зеленой зоне, что это для нас значит? Что мы просто держим этот риск. Имеем его в виду, но в целом ничего по этому поводу особого не будем делать. То есть никаких больших и активных действий мы не будем применять с этим риском. Дальше есть желтенькие. Это те, на которых точно стоит обращать внимание. Ну и, собственно, красные – это то, с чем в любом случае нужно работать. А сейчас я проверю у вас, как вы слушали предыдущую лекцию. Вот. Метрики. Там был вопрос о метриках. Вот. И, собственно, метрики бывают, собственно, какими? Качественные качественные. Качественные. Отлично. Отлично. Собственно, это представление качественной работы. То есть это качественная оценка риска. То есть мы его оцениваем. Мы работаем с каждым конкретным риском. Мы видим, на какие нам стоит обращать внимание в первую очередь, на какие в следующую очередь. И, собственно, что нужно сделать дальше – это поработать еще в количественном смысле. Потому что рисков может быть на самом деле на проекте очень много. Особенно, если это большой длительный проект, то там у меня доходило до 200, 50, 300. При том, что некоторые риски ты просто уже туда не записываешь, потому что тебе неудобно с ними работать. Ты понимаешь, значение их единичка или два, то есть можно и не записать. Ничего страшного не случится. Собственно, для количественной оценки рисков мы используем риск матрицу. Здесь красивая табличка, которая показывает то, в каком состоянии пребывает ваш проект с точки зрения риска. То есть зеленая зона – это все наши несущественные риски, за которыми мы смотрим, но в принципе ничего больше не делаем. Желтая – это мы наблюдаем и, возможно, делаем какие-то действия в зависимости от выбранной стратегии. Потому что если вы выбрали к риску стратегию принять его, вы просто принимаете, что он делает, что должен и будет, что будет. И, соответственно, красное – это то, что в любом случае вам придется работать. Здесь есть небольшая ошибка и в презентации, которая вам вышлет, я ее уберу. Собственно, тут написано 100%. А в начале сессии мы уже определились, что если риск может наступить с вероятностью 100%, то это не риск, это проблема. Нужно просто сделать план и по нему следовать, как работать с этой проблемой. Но что нам дает количественная оценка риска? Она нам дает, собственно, состояние проекта с точки зрения рискованности. То есть мы собрали эти риски вместе и вот этой маленькой табличке мы увидим то, что вот эти риски, вот этого риска у нас нет. Вот это две штуки, по сотне получается, каждые 200. И мы видим количественную оценку, то есть проект у нас в желтой зоне. То есть он умеренно рискованный с точки зрения нашего рисклоха. Что такое 200? Это весовой коэффициент. То есть каждый риск, который находится в этой зоне, получает весовой коэффициент 100. Каждый риск, который находится в желтой зоне, получает весовой коэффициент 10. Ну и, соответственно, вот эти получают 2. И может так случиться, что у вас нет красных рисков, но у вас крайне много желтых. И тогда вы по чуть-чуть, по чуть-чуть и наберете очень много в этой части и у вас проект окажется все равно умеренно рискованным. Хотя вам казалось, что он не особо рискованный. Или, к примеру, у вас может быть всего один такой или парочку таких, и у вас проект сразу станет красным. То есть он крайне рискованный. А вот в той ячейке желтой это, скажем так, какие количественные характеристики? То есть от нуля до стольки это зеленая зона, от 200 до 500 это желтая, от 500... Какие там? Здесь до 400 это, собственно, будет желтая зона, до 200 это будет зеленая и дальше. Это количественные характеристики, собственно, взятые не с подолка. Есть научные обоснования их, я не буду вдаваться в подробности, если захотите, почитайте. Там есть в PMBOK, например, есть, собственно, более детальное описание, откуда берутся весовые коэффициенты и почему они распределяются именно таким образом. Почему нужно давать вес на вот эти вот именно такой по отношению к желтой. То есть это во многом эмпирическим и статистическим путем. Можно, наверное, правильный вопрос будет в соотношении количества рисков. Потому что может быть один риск и тысяча, а может там будет 250. Да, вот, собственно, соотношение больше интересует. Сколько вообще рисков надо принимать в проект рассматривать? Да, но дело в том, что у вас риски очень сильно, у вас влияние на проект, который является одним из множителей, очень сильно влияет на то, в какую зону он попадет. То есть, грубо говоря, задержка на неделю. Задержка на неделю вроде как немало. Но для маленького проекта задержка на неделю попадет в красную зону. То есть это большое влияние. Вот. А для большого проекта там год-два задержка на неделю это вот в зеленой зоне и забыли и забили. Вот. То есть тут за счет влияния, влияния на проект получается. А вот это вот весовые коэффициенты, они остаются одинаковые, плюс-минус одинаковые. Вот. Вне зависимости от величины проекта. Ну и обычно никто не пытается очень большой проект… Очень большой проект обычно делят на фазы. Вот. И там уже оценивают не в целом проект, а оценивают конкретную фазу. То есть если теоретически оценить проект на 5 лет, то он может получиться по определению крайне рискованным, потому что очень много может случиться. И я думаю, что у вас могут возникнуть еще вопросы по этому, но мы их оставим чуть-чуть на попаже, если вы не против. Вот. И что это может нам дать? Как я, собственно, это применяю? Для чего, собственно, я работаю с рисками? Потому что из своего опыта вам скажу такое, что работать с рисками – такая занудная и неинтересная работа. Ну вот просто неинтересно. Ты записал этот большой список, тебе нужно все постоянно апдейтить. Экшн-планы, ассайдник их на людей, трекать, выполнение этих задач. И, собственно, его тебе постоянно нужно обновлять, вставлять его в различные рекорды и так далее. То есть, ну, как по мне, это не самое интересное, чем можно заняться. Особенно с примером про LogTel точно не самое интересное. Но что это может дать вам на проекте? Это может вам дать то, что вы можете занести в проект резервы. У меня есть хороший знакомый Project Manager и он очень часто говорит, что практически любой проект может спасти буфер. Ну, немного сексистская шутка, но в самом буфер заложенный… То есть, возможно, если заложить 200% буфера в проект, то как бы он не пошел, какой бы он рискованный не был, с большой вероятностью вы выиграете. Но клиент не поймет. Вот просто не поймет. То есть, он спросит, подожди, а почему вот есть другие люди, вроде тоже непрофессиональные, хорошие, они мне готовы сделать за 100 тысяч, а вы мне говорите 300. А я как бы в принципе рассчитывал на 100 или на 90. Поэтому для того, чтобы ему объяснить и показать, почему так получается, я часто использую, собственно, риски для того, чтобы заложить резервы, те, которые можно использовать. И в продажах это, кстати, очень помогает, потому что ему все равно большая циферка 100, вот, ему она нравится, ну, а дальше вот резервы, на которые он в контракте должен согласиться. То есть, он обязан их заложить, но для него все равно, это как в магазине, вы видите маленькую цену, вот, вы видите цену, о, классно, там, телевизор стоит столько-то, а потом вам оказывается, что вам нужно купить кронштейны, кабель, еще куча всего, и почему-то это уже там на тысячу или полторы уже набежало. Ну, это хитрости продаж. Ну, в общем, есть риск один, вот, на него мы можем заложить 5 дней, вот, и это добавит в бюджет 15 тысяч. Вы говорите об этом клиенту, вот, вы его информируете, и часто это происходит еще на стадии, собственно, продажи, продажи проекта, вот, ну, или если вы работаете в продуктовой компании, вот, то вы, собственно, закладываете это в свой проект, что может быть, там, удлинение проекта на 5 дней, вот, и насколько это критично, не критично. Обычно, если это не продуктовая компания, то клиенты не любят, не любят, что ту цикл, что им нужно будет заплатить еще сверху. Возможно, возможно, нет. И это, кстати, очень удобный инструмент, чтобы вовлечь клиента для того, чтобы он помогал вам на проекте. Потому что вы ему говорите, вот, давай на проекте будет бизнес-валид. Нет, я все знаю, я сам напишу требования. Вот, я, ну, особенно на маленьких проектах это крайне часто встречается. На больших, там, в принципе, никто не готов идти на этот риск, но на маленьких проектах это очень часто встречается, что я сам напишу все требования. И ты закладываешь риск, что, возможно, будут какие-то несогласованности, несостыковки в рисках. Потому что, например, у нас нету датафлоу-диаграммы, вот, и он такой, да, а если я пришлю датафлоу-диаграмму, такой, ну, тогда вероятность этого риска уменьшится, вот, соответственно, здесь встанет другая цикла. Он такой, о, отлично, давайте я сделаю датафлоу-диаграмму, а давайте еще, там, матрицу доступа сделаю. Вот, еще уменьшится, отлично. И ты, вот, вообще, да. Вот, клиент может сказать, вам выгодно самим зайти на 5 дней, я вам еще 15 с первым продолжу. Вот тут важный момент, что есть триггер у риска. То есть, ты коммуницируешь риски, что может наступить такой-то риск. Клиент, да, понял, услышал, хорошо, с требованиями могут быть проблемы. Когда он наступает, есть еще один параметр. Обычно его не записывают, но иногда стоит его прописать, если клиент очень дотошный. Это, собственно, есть триггер. То есть, какие параметры, какие метрики говорят нам о том, что риск наступил. И если он наступил, то, собственно, ну, извини, вреда положь. Может быть, экшенплан был плохой. Но вы шарите эту информацию с клиентом. Вы ее доставляете к нему, и он очень часто готов действительно вам помогать. И он готов, вот этот вот резерв, который вы туда можете заложить, он готов его уменьшать как можно больше. И есть, правда, определенные нюансы, например, если вы не знаете о какой-то технологии, но об этом вы клиенту не можете сказать, и тогда возникает у вас небольшой диссонанс, потому что у вас вот этих замечательных табличек появляется две. Вот одна для клиента, а другая для ваших внутренних стейкхолдеров. Но это уже отдельный кейс, и я думаю, когда вы начнете с этим работать, вы легко найдете выход из этого положения. Что еще может дать? Собственно, contingency plan – это план B. Что делать, если? Это, собственно, action plan – это то, что мы делаем, чтобы его не наступило. Или то, как мы работаем с этим рисом. А план B – это что делаем, если он наступил. То есть он наступил, к примеру, и мы понимаем, что в проекте все. Собственно, собираем чемодан, закрываем компанию, едем на Трити, пока там остался чуть-чуть бюджета просаживать. И вот один момент, который, собственно, совсем недавно со мной случился. Это то, что проанализировав риски, проект оказался крайне рискованным. Он был очень большой, рискованный. В нем было очень много рисков и с клиентской стороны, и с нашей стороны. И, собственно, мы решили его не стартовать. Потому что, когда заходит очень большой проект, все хотят его. Клиент хочет его сделать, потому что он видит, что случится прямо. Вот это решит все его проблемы. Хотя это на самом деле не так. Ваша компания думает, вот, большой бюджет, куча людей заняты, все, зашибись. Начинаем проект, всем круто. Но потом, проанализируя риски, мы понимаем, что его не стоит стартовать. Потому что это будет один из тех проектов, в который будет втянутся вечность. В котором вы будете бесконечно спорить с клиентом, кто за что должен заплатить. И где, собственно, кто провтыкал. Но провтыкали, собственно, оба на самой начальной стадии. И вот, собственно, нам заходила одна большая программа от клиента Вориаль. И, вернее, он его представлял не как программу, а как проект. И, собственно, проанализировав риски, мы решили, что не стоит его стартовать в принципе. И мы принесли эту информацию клиенту. И в итоге мы переформатировали эту программу на ряду различных проектов. Начали с небольшого, маленького проекта, с очень неискованного. И, собственно, обкатать наше взаимодействие, чтобы, собственно, уменьшить... Собственно, один из вариантов работы с рисками был в том, чтобы сделать маленький проект. То есть это такой сложный, получается, экшн-план. Но мы, собственно, пошли по такому пути. И это принесло нам большую пользу. Потому что мы не начали большой, сложный и рискованный проект. Мы договорились с клиентом, что мы начнем с маленького. Он был очень недоволен, но в целом согласился. Мы начали с маленького. Обкатали многие взаимодействия. Сделали некоторые модули, которые нам в дальнейшем пригодятся. И с этим мы уже пошли в этот большой проект, разбив его, естественно, на ряд фаз. То есть риск-менеджментом стоит заниматься не только в проекте. Потому что иногда и не в самом конце проекта. Потому что это может быть поздно. С ним нужно заниматься в самом начале. В самом начале кажется, что это очень сложно. Но я вас уверяю, что в начале ним работать легко. Потому что когда вы уже сделали десяток риск-логов. И когда ваша команда привыкла работать с рисками. То, собственно, у вас уже есть наработки, которыми вы можете легко воспользоваться. И, к примеру, базовый риск-лог сделать риск-анализ. Сделать на этапе инициации проекта довольно легко и быстро. Собственно, что я рекомендую почитать. Это две книжки и, собственно, риск-менеджмент секция из PMBOK. Я знаю, что в любом случае про PMBOK слышали. Я бы рекомендовал вторую книжку. С нее начать. Потому что PMBOK это по существу справочник. И очень часто, когда ты спрашиваешь у кого-то, ты готовился к PMP, что ты читал. Да, я весь PMBOK прочитал. И ты думаешь, либо он берет, либо ему нужно память поставить. Потому что это справочник. Как справочник машиностроителя. Его никто не читает. Его открываешь, чтобы конкретно что-то найти и чем-то воспользоваться. Точно так же, по крайней мере, у меня это работает с PMBOK. Потому что если его особенно вечером читать, лучше вас информного не придумать. Вот просто не придумать. Поэтому для справки можно зайти сюда. И вот тут внизу есть мои контакты. Можете добавляться в LinkedIn, Facebook, задавать вопросы. И, в принципе, буду рад знакомству. А можно свет включить? Презентацию уже не важно. Я просто хочу видеть людей. Меня Андрей зовут. Спасибо большое за деклар. Очень благополучно. Скажи, пожалуйста, как правильно относить риски в начале проекта, когда нужно запугать клиента, какие листы можно озвучивать, какие лучше не озвучивать. Это первый вопрос. И второй вопрос. Как ты обсуждаешь риски с клиентом во время проекта? Когда лучше это делать? И как обсуждать экшен-план, чтобы клиент услышал тебя и специально принять месседж о том, что происходит? Собственно, на этапе пресейла, естественно, что весь рисквох я клиенту не показываю. Ну, потому что он его не будет читать и в этом нет смысла. Я выбираю только небольшую группу рисков, примерно штук 5, ну, может быть, 10 максимум. Я их, собственно, в пропоузале, который мы высылаем клиенту, я его вставляю, собственно, в риск-секцию. И он не выглядит вот так, как тот пример, который я вам показывал, он выглядит гораздо проще. И, собственно, там написано минимальные такие варианты, что нужно там заложить 10% проекта или около того, типа на резервы, на наступление этого риска. И, собственно, клиенту, когда я делаю презентацию пропоузала, мы доходим до риск-секции. Я ему объясняю в двух словах, что это такое, как с этим работать и зачем ему это нужно. Чтобы он понимал, к чему это все идет. А второй вопрос был какой? Можно просто такие риски лучше не озвучивать, чтобы не напугать? Внутренние клиенты, если у вас нет еще доверительных отношений с клиентом, лучше ему не озвучивать внутренние риски. То есть у вас есть риск, что из пяти разработчиков в вашей команде один синий или четыре джуниора. И вы понимаете, что это, блин, риск для проекта. Но ему об этом лучше не говорить. Вам придется все равно с этим риском работать, то есть что могут возникнуть какие-то… А может быть это не риск, может быть это простой типовой проект и это не риск. Но суть не в этом. Суть в том, что об этом лучше чаще всего приходится клиенту умолчать. Я бы и рад ему об этом сказать, но что-то мне подсказывает, что есть вероятность, что он не захочет потом с нами работать. Ну вот как-то так это работает. Поэтому чаще всего внутренние риски не показывают. То есть они остаются под ковром. Некоторые из них я все-таки стараюсь донести, чтобы все-таки сохранить прозрачность в том, что происходит. Потому что я всегда пытаюсь сохранить доверительные и прозрачные отношения с клиентом, насколько это возможно. Потому что я все-таки работаю не на компанию клиента, а на свою компанию. Поэтому я заинтересован в том, чтобы у нас был проект, у людей была работа и мы сделали его. А не в том, чтобы клиент просто испугался и убежал. А импорт все-таки вот этих внутренних рисков ты закладываешь в проект или нет? По внутренним документам? Да, ну естественно я его закладываю. И, собственно, некоторые из внутренних рисков получают большее значение именно из-за того, что мне придется все-таки с ними работать. И мне придется уделить им больше внимания из-за того, что я не могу о них сказать клиенту. Я не могу, например, воспользоваться трансфером и отправить его клиенту. Вот смотри, ты сказал, что ты готов на это, ты готов пойти на этот проект, например, R&D проект. Да, ну и как бы ты согласился на это, мы это в контракт внесли, ну извини, наступило… Оказалось так, что это в принципе по тех параметрам проекта сделать невозможно. У меня был один прекрасный R&D проект, по окончании которого мы просто узнали, что ну нельзя это сделать в том варианте, в котором хочет клиент. Вот просто на тот момент, ну это было для телефонов приложение, на тот момент ресурсов телефонов не хватало. Вот, то есть они не могли, ну вернее оно садило безумно батарею и по одному параметру не проходило. Если мы уменьшали энергопотребление, то, соответственно, перформанс был плохой. И в том виде, в котором хотел клиент, его сделать было невозможно. В R&D проектах так случается. Вот, это был такой риск, что может оказаться, что технологии не готовы. Вот, он был естественно разбит на много других рисков, но тем не менее. И как бы клиент был ознакомлен с ним, он согласился на него. Поэтому он в конце естественно не был счастлив, но как минимум он был предупрежден. Спасибо. По последнему вопросу. Вы сказали, что выяснили то, что проект нельзя взять на текущих технологиях. Как-то поменяли вы структуру проекта, шеддлили относительно того, что вы изначально знали, что такой риск есть? То есть, например, вы сделали только ту часть, которая была по перформансу, вы проверили, что она не тянет и вы сразу закрыли через неделю? Я бы так сказал, что мы его разбили на более мелких фаз. Вообще R&D проект управляется немножко по-другому, чем обычный проект в силу его специфики. И соответственно мы в него заложили, что на каждом этапе мы обсуждали с клиентом все возможности, все риски. Если он не готов был, мы на каждом этапе были готовы закрыть проект и все. И в этом мы говорили клиенту. Готов выложить? Готов рискнуть этими деньгами? Готов? Окей. Идет. И мы естественно не делали ставку на один solution. Мы очень часто параллельно делали несколько и потом выбирали. Делали несколько и выбирали. Как дерево. Из-за того, что когда ты битишься на один solution в R&D проектах, то ты зачастую прогадаешь. Вопрос опять почему используешь? Что-что? Ну, стратегия такая опять почему. Ага. И осуществляется как своему заказчику риски, которые возникают. И второй вопрос. По стратегии уклонения или принятия рисков. То есть это с заказчиком? Что вы делаете? Как вы применяете эту стратегию? Или это внутри сами что-то? По-разному. В зависимости от риска. Потому что некоторые риски… Ну, то есть я всегда предлагаю клиенту какую-то стратегию. То есть на некоторые, допустим, я предлагаю… Вот давай попытаемся избежать этого риска. Это там вот такие-то дополнительные затраты. Но мы его очень сильно уменьшим и большой долей вероятности он не сыграет или если сыграет, особо не повлияет на проект. Но клиент говорит, не, не хочу. Давай вот я скажу инвестору. То есть мы отправляем даже не клиенту, а инвестору. Я скажу инвестору, что такое есть и как бы если он случится, ну просто даст больше денег. То есть он принимает… он говорит, что ему выгоднее стратегия accept. Ну хорошо. Вот. Записали decision log, что он принял такое решение. Вот. Потом всем стейхолдерам отправили, чтобы потом не возникло вопросов, почему так случилось. Вот. А насчет опять почему… Я бы так сказал, что на разных… в разных ситуациях я по-разному пытаюсь продать риски и в целом то, что происходит на проекте. Есть клиенты, которые более, скажем так, матчурные. И можно, скажем так, они тебя понимают плюс-минус полуслова. Они уже давно в этом бизнесе, они уже делали там, к примеру, с вами проект, и им не нужно там заходить издалека. С некоторыми клиентами приходится откатываться очень далеко. Вот. Как говорил преподаватель высшей математики в универе, когда объяснял интегралы, говорит, ну типа где непонятно? Вы скажите, сюда вернуться или туда вернуться? Может быть таблицу умножения повторим? Ну то есть скажите, с какого момента вернуться, с того и начнем. Вот так и с клиентом происходит. Ты пытайся выяснить, насколько его понимание и представление о тех вещах, которые будут происходить, и тогда ты откатываешься на тот уровень, на который ему будет понятно. Но тут есть еще обычно сейлс-менеджер, который тебе очень помогает в продажах, потому что я, допустим, точно не лучший продажник. Но наш сейлс-менеджер явно вот закрывает многие вопросы, в том числе и по продаже некоторых рисков. Спасибо. Хорошо. Любой вопрос, который у вас есть, вы можете задать. Возможно, этот вопрос может быть общего какой-то плана, который касается обоих спикеров или, может быть, конкретно по рискам или по продукту, если есть. Возможно, у наших спикеров есть вопросы к аудитории? Что-то спросить. Да, у меня есть вопросы к аудитории. Можно узнать, кто сюда вообще пришел? Обычно я просто на project-менеджер покажу и на дизайнерские метафы, но project-менеджер не заносила пока судьба. Есть, можете поднять руку, project-менеджер. Супер. А там, не знаю, кто остальные. Миссис аналитики. Отлично. HR. Никит, ты, да? Я знал тебя под другой рукой. Все всегда можно открыть. Окей. Тогда еще один вопрос. Когда вы пришли на этот метаф, что вы ожидали от него? Вот, там, он написан. Он выступает некто А, он 3 года занимается тем, что он занимается. Ну, непонятно, чем он занимается. И некто Б, у него тоже 8 лет опытом. Ну, вот, какова была основная цель? Ну, первое дело, что бывает, как раз слышится, или узнать что-то новое, там, или... Ну, а какие-то конкретные цели были? Ну, и вопрос такой... Получение новой информации. Вот я, бывает, вечером в интернете сверчу с этой самой целью. Визучка есть. Винтач. Вружу иногда бывает. За тем, что он пишет. Ну, вот, какая цель? И просто интересно, я на себя на этот вопрос не всегда могу ответить. Я, по-моему, скажу, словить не стали. Очень интересен какой-то личный опыт опыт. Потому что все можно почитать, там, в интернете типа. Да, темное. В целом, вот, именно. Самая ценность, это ваш личный опыт. Ваши пишки. Ваша, по-моему, девушка и далее. Все здорово, на самом деле. Вот. Потому что это жирно. И если вот у вас есть что-то в опыте, какой-то, какой-то красивый интерес. И все это бывает. У нас есть вид менеджеру. Ну, вот, красивая ситуация. Можно я их показываю? Можно я показываю? У нас есть вид менеджеру? Про Покапы расскажете? Про Покапы могу бы рассказывать очень долго. Я понял, этот вопрос мне очень интересует. Мы познакомились, хорошо провели время, но, увы, это был не матч. Другие виски пошли. Я в доме висках просто сказала, что нам интересны люди разные. Так бывает, и ты не можешь это оценить. Поэтому так. А насчет цирпоказов с рейсмейнгментом. Я бы сказал, что в одной из компаний переработал. Там была как раз небольшая секция с рисками. И тогда я записывал туда риски, обычно они были очень типичные. И моя главная была ошибка. Я иногда даже тратил прилично времени, чтобы понять, чтобы туда что-то конкретное списать. И моя главная была ошибка, что я считал, что план – это что-то статичное. И риски – это тоже что-то статичное. Я как бы их записал. Мы даже некогда без них с клиентом поговорили. И как бы все. И на этом мы потом подписали конкрет, начали работать. И на этом все забыл. Вот. Рисклог – это, в том числе, ваш флог, флог в целом – это живой организм. Он постоянно живет, постоянно меняется. Некоторые риски появляются, некоторые пропадают. Например, один из рисков может быть связан с каким-то функционалом. Если вы его выкинули со скобкой, то не стоит его тащить с собой. Ну, очень много таких вещей. И некоторые риски поставили. Поначалу, до того, как начали что-то делать, и тыкнули. Потом мы начали что-то делать, и вдруг у всех осенило. Вот, понимаете, змея оказывается круглая или плоская. Мы так как бы смотрели на ваш проект, и нам казалось, что он плоский. А оказалось, что он круглый. Ну, и этот, он появился. Вот. То есть, его не было. Вот. И если вы будете работать с рисками, не делайте то, с чего я начал. Самые главные ошибки – это не считайте его статичным. То есть, вам будет контракт, что список может быть. Ну, да. Ну, это… Ну, я не знаю. Мы так никогда не заказываем. Потому что… Ну, мы все работаем… Да. Мы все работаем в agile. Вот. И все, ну, то есть, все такие, agile – это круто, все меняется, все классно. Вот. А ты как бы сидишь с этим планом, вот. И каждый раз вспоминаешь фразу Эйзенгауэра, что план не все, про него не все. Вот. То есть, он у тебя постоянно эволюционирует, эволюционирует. Вот. Вот иногда превращается в какого-то мутанка, но это вот в бельгинозам. Я сказал. Да. Ну, честно говоря, я вот когда послушал про то, что в agile можете там все менять, сразу вспомнил наш продукт. Каждый раз, когда мы готовим очередной релиз, одним из самых интересных факторов, которые нужно учитывать, это то, чем этот продукт является сейчас. Ну, вот вы видели, наверное, тут все картинки, там где-то сверху как-то. Бэнди там или еще что-нибудь. Ну, а снизу там щупать всякие, все другое и прочее. Ну, вообще, на самом деле, представляю, я искренне подблеваю, что так вообще у всех продуктов, которые живут дольше года, дольше определенного времени. И вот основной риск, с которым мне приходится чаще всего работать, как и странно, не возможность реализации. Ну, чуть потому что возможность реализации более-менее очевидна. Потому что у нас одна и та же команда все время. Или там стоимость. Ну, в конце концов, ее тоже можно относительно хорошо оценить. А вот бывает, пишешь там какое-нибудь задание, все уже продумал. А ну нет. Оказывается, что вот это хитросплетение щупальца просто ставить невозможно. Или если начать сейчас вот эту щупальцу отрезать, то отпадет половина пользователей. И поэтому вот это, наверное, не свойственный по отсутствию риск, вот риск продуктовой разработки. Который, кстати, до сих пор нет очевидных инструментов. Вот как его проэвалировать заранее? То есть не начав делать или там не обратившись к разработчикам, которые сами вот это прочитают, потом начнут делать, и говорят, ох, смотрите, вот тут где-то вот этот отрезок сейчас упадет в создание. И вот это тот риск, о котором стоит знать. И, к счастью, у меня нет каких-нибудь инструментов как отрезать его во всех 100% случаев, потому что иногда из 100% информации мы еще не знаем о том, что он там есть. Бывает, вот говоришь, знаете, вот тут нужно вот, есть у нас два типа промокода, сейчас внедрим третий. Ну, это же две строчки у тебя в ТЗ. Да, две строчки в ТЗ. Только для этого нужно всю систему переделать, потому что там на вот этих промокодах вообще полсистемы не села. И, ну, знаете, что мы с этим делаем? Ну, мы просто вот эту задачу первую не делаем, потому что оказалось, что там «Citanic» перевернется. Ну, вот. Что-то со временем, наверное, с этим сделаем. Ну, то есть типа начали больше документации, писать там юнит-тест, все такое. Ну, то есть все щупальца теперь учтены. Там видно, где какие протекают. Там написано, какое не можно отрезать, какое нельзя. Ну, вот это такой специфичный рис, с которым мы очень часто идем дело, а кто-то не может с ним, может, не встречал вообще никакого. Когда был Project Manager, вот такой вот делаешь проект, полгода его делали, там все более-менее очевидно. Такого риска вообще нет. Ну, вот. Так и дело. Ну, у вас в компании вы по Джабе работаете? По Scrum? Ну, вы как-то по-разному. Мне кажется, от проекта кто-то больше онлайн? Мы работаем, у нас команда разработчиков работает по Scrum. Но у нас есть, например, наш департнент, типа продакт департнент. У него же тоже есть свои действия. Например, там мы оцениваем задачи, там с точки зрения нужности и ненужности пользователя. Мы там пишем бэклог, типа у нас еще дизайн, где есть ресурс дизайн. Вот мы работаем внутри своего отдела, мы работаем по Kanban. Ну, либо просто, ну, просто потому что логично, типа TZ передвигается из статуса. Их начали писать, и спецификация, и там аналитика передвигается в статус сделано. Она движется через вот эти там колонки в Trello, и в конце он попадает в самый конец. Но при этом сама по себе разработка, выливка продукта, и вообще весь этот процесс, что три команды разработчиков, он производит по Scrum. Ну, типа у них там спринты есть, они там, вот. Артефакты все мешают, гиграют по-всякому. Ну и поэтому вот так оно и работает. Ну, я бы сказал, что мы в каком-то смысле работаем тоже по Scrum. Ну, у них это проект по Scrum, у них это программа. Но есть такой важный момент, это то, что, собственно, в чем и есть задача Project Manager, это, собственно, определить процессы и подходы для управления проектом. И, например, Scrum ничего не говорит про СП. Вот, в принципе, ничего. Он, как бы, часто затрагивается косвенно, что вот вы там пообщались, у вас есть демо, на котором вы показываете, вот, и за счет того, что итерация разработки сжимается, то есть вы не через 6 месяцев показываете и говорите, вот, вот твой ребенок, вот, люби его, вот. А вы показываете каждые две людей. И за счет этого, как бы, уменьшается некая негативная эффект. Но, в целом, Scrum ничего не говорит про СП. Он, в принципе, о многих вещах ничего не говорит. Но это не значит, что их там не должно быть. Потому что это, собственно, вы, как лиджер-менеджер, решаете, что там должно быть. То есть, если вы видите, что вы оценили проект, и видите, что он довольно-таки рисковый, то, наверное, вы что-то будете делать для работы с риском. Если вы смотрите, ну, это, там, проект на месяц, на два, ну, вот, мы таких сотен делали и, как бы, риски минимальны, вот, может что-то случиться, но, в целом, возможно, вам там не нужно никакого рискновения. Вы просто идете по органам на схеме, и все хорошо. То есть, вы делаете плюс-минус то же самое, что вы делали, там, полгода назад. Такой же проект типовой, даже коблик-дизайзер. Отлично. Но на некоторых проектах нужно работать с этим. И поэтому это все зависит, я бы так и не сказал, Agile не Agile. Как бы Agile – это общий такой подход, framework. У него есть еще другое название, framework, оно там написано, но суд не в этом. Это просто подход к разработке. И причем даже разные методологии в Agile отвечают на разный вопрос. То есть Scrum отвечает на один вопрос. Вот и со стрейхолдерами, по большей части. Kanban, собственно, поток и скорость разработки во многом, потому что он пришел с производства. И есть еще XP, который отвечает во многом на вопросы того, как сделать технологически хороший проект. Качество обеспечения, там, TDD, QW и так далее. Но он ничего не говорит про другие аспекты проекта. Поэтому их часто используют в комбинации. Это вы решаете, как Magic Manager, что вам нужно, чего вам нужно. Вот это. Скажите, пожалуйста, по поводу двух матриц, которые были в презентации. Да. Там матрица была одна, там еще просто вспомогательная табличка, которая дает количественную оценку. Да. Получается, в 10 случаев кое как было, а один, например, такой, который мы перемножаем. Да. А в трех процентов. Ну, как мы вот, получается, один до 2. А, там снизу было, собственно, от 1 до 5. Это была вероятность в процентах, там снизу процентов. А в другом было, собственно, тоже от 1 до 5 влияние на проект. То есть, среднее, большое, там меньше и так далее. Вот. И вот это, что для вас маленькое и большое влияние на проект, вы определяете плюс-минус сами. Нет, проценты как не выбирают. То есть, получается, уже... Вероятность, как мы это уже определяем наступление событий? Что? Вероятность события наступления или что? Ну, получается, что вероятность события все равно в баллах, изначально определили и перемножили. А потом мы еще присваиваем 2 процента. Вот. Еще чуть-чуть раньше. Сюда? Да. Вот здесь мы по 18 пересчитали. Да. Мы их перемножили и получили, так сказать... Да. 16 мы получили. Да. И вот 16 переносим в следующую матрицу. Нет, мы не 16 переносим в следующую матрицу. 16 это, собственно, для того, чтобы увидеть, условно говоря, жёлтый или зелёный. Жёлтый, зелёный, зелёный. А в следующую матрицу? А в следующую матрицу происходит следующее. То есть мы сюда записываем. Вот количество зелёных. Вот количество жёлтых. Вот количество правых. И они находятся... Вот видишь, здесь есть probability impact. И, собственно, с вот этих вот значений они сюда и заносятся. Вот 3 и 1. По идее здесь должно быть на 3 и 1 вот 1. Прекрасно. 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 Вот есть 4 и 4. Вот он 4 и 4 посидел. Я не понял, что это сейчас. Ещё раз? Как мы определили вероятность? Хороший вопрос. Есть много подходов по определению вероятностей. То есть, грубо говоря, можно использовать по трём точкам. То есть, грубо говоря, ты присаживаешь трёх людей и просишь оценить их вероятность. И они его оценивают просто по принципу, вероятнее всего, наступление вероятности этого риска такое или такое. И вот они оценивают и ты потом это просто усредняешь. Есть подходы из статистического анализа для того, чтобы сделать усреднённую версию, среднюю взвешивку. Но чаще всего, если это небольшие сложные проекты, то вы договариваетесь. Договариваете с клиентом, договариваете с дом и домом, сколько это рискает. Если он говорит, условно говоря, разработчик тебе говорит, что с этим пригорком у нас в 90% случаев будет всё плохо, он может ошибаться. Может быть, это не 90%, может быть, это 80%. И он подойдёт как бы в другую категорию. Но у тебя особо-то и больше нет. То есть он и есть своим эксперт. И ты с других источников не знаешь. Ты доверяешь ему в каком-то смысле. И надеешься на то, что он сделал это хорошо. Потом он начнёт с этим работать и скажет, а, нет, я тут как бы думал, что всё будет плохо. Оказалось, всё не так плохо. И у тебя он переместился от 41 до 60. А мы потом всё равно 2 баллы пересчитываем. То есть у нас у меня 16 получилось, набирает нас 8. Мы 16 умножили на 8? В сравнении потом? Не-не-не-не. У нас 16 это, собственно, 4 на 4. Вот здесь. Я думаю, что в предыдущей матрице у нас есть, например, риск 16 баллов. Да. И выбираем... Вот это риск велью, оно нужно для определения условного цвета, для того, чтобы тебе номинально было хорошо с табличкой работать. И пониманием приоритетов. То есть вот эти цифры дают тебе приоритет. То есть ты часто у клиента спрашиваешь, что для тебя важнее? Сделать приоритизацию бухлоба. Вот эти цифры помогают тебе сделать для себя приоритизацию, насколько ты будешь или не будешь его процитировать. Я вижу, есть остальные вопросы, но я думаю, что... Я думаю, что... Можешь прислать, например, назад, как разрешение, чтобы там прописали, потому что я понял, что половина народа летела криптичка, подумала, что они будут спрашивать, потому что ничего не понятно. Конечно. Можешь прислать просто их все это амбиции, там просто видно, что умножается. А остальное здесь, почитаете? Да. Ну, в принципе, я могу дать эксцентаблицу, ее нужно только мимифицировать, потому что здесь есть определенные моменты. Так как Минобитрос маленький, рано или поздно эти данные куда-то дойдут, и, может быть, кто-то скажет, что-то плохое. И ничего плохого не случится, потому что этому и слову три года. И этот проект давно уже сделан, он не выпущен и так далее, не живет своей жизнью. Продукты не живет своей жизнью. Проект давно закончился. Можно еще вопрос по риску? По поводу так называемого параметра, которые вы наверняка считаете, сколько стоит риск. Может, он стоит не адекватно дорого его лечить, но проще с ним смириться. От этого еще зависит, какой риск. Да, да. Я всегда не включал, что, собственно, откуда эти 15 тысяч взялось. Там есть способ пересчета перевода этих рисков в деньги, ну, плюс-минус. То есть вы оцениваете, если нам придется все переделать, это 50 тысяч. Но вероятность его там 30%, то есть 50 на 30. Ну, там схема чуть сложнее, но для простоты вот так она выглядит. А, собственно, до кое, короче, этим заниматься? Ну, в сутках сколько часов? 24 минуты. Я думаю, 24 минуты вы точно заниматься не будете. Но главное выявить основные. Их можно очень долго. Можно очень долго этим заниматься. И ты, как project manager, сам и считаешь, сколько тебе нужно или не нужно. То есть, если ты смотришь, что проект не сильно рискованный, ну, зачем тратить своего многоценного времени очень много на то, чтобы расписывать там сотню каких-то мифических рисков, которые все равно попадут в зеленую зону, и ты все равно на них заберешь. Вот, то есть, я не знаю. Коммунсенс. Да, в смысле? Не, он просто там был 250. Да, да. И там были желтые, а вдруг я записал, его оценил, а он ладца и красный вдруг оказался. А я так, ну, чисто поприятный. Когда ты начинаешь общаться со всеми заинтересованными мифами, разработчиками, хилеями, и когда они тебе просто вот так, поток сознания этих рисов, ты понимаешь, что, ну, наверное, все-таки нужно сесть и потратить. А когда ты записали там три штуки, все сидят такие, ну, я не знаю, может быть еще, если дождь пойдет, и кто-то заболеет, он такой, ну, хорошо, я понял, можно закругляться. И, возможно, через неделю не поменяется и пройдет, они скажут, что там еще куча разработчиков, но в целом, вот ты видишь это по людям, с которых ты собираешь эти риски. Потому что, как я уже сказал, ты не самый умный на проекте, и ты сплашиваешь у людей. Да, есть проблема. Люди, которые не работают с рисками, они потом начинают рассказывать, что вот, вот мне так тяжело, а вот если бы там со соединенного департамента мне бы кофе приносили бы, да, то вообще была бы сказка, да? И проект мы бы успевали бы. Ну, я везде не умею, но с рисками люди не работали, и иногда занимают люди это время, чтобы научить себя реализифицировать риски. Потому что, как я переводил в самом первом периоде, иногда люди конкретные проблемы записывают по риске, и они чаще всего, это первое, что делают люди, которые не работали с рисками, они записывают проблемы. Но это тоже неплохо. Ты как бы получаешь сразу на той проблеме в своем дворе. Вот. И чаще всего там люди говорят о том, что, ну, не то, что возможность видеть, а то, что по-любому вчера случилось. Вот. Ну, да, да. Нужно какое-то время, но никто не говорил, что здесь. Ну, я не могу тебе сказать, какой-то золотой таблетки, когда он решит этот вопрос. Ну, честно. Нет, просто как с этим бороться, потому что с этим сталкиваешься, ну, просто поменялся человек, элементарно, и вот он просто никогда не работал. Тут он приходит, как говорят, давай не пиши в лиске. Ну, да. Давай напишем лиску. Вот что ты видишь? Что может включить в этот проект? Может, что-то не сработает. Ты, кстати, показываешь категории лисков, показываешь примеры каких-то лисков. И часто для людей они пользуются так как шаблонами. Они такие, ну, этого у нас нету, но у нас есть чуть-чуть другое. И они часто по аналогии находятся. То есть это один из способов. Ну, и в какой-то итерации они привыкают к этому, но я не знаю, что это уже. Иногда я записываю без слов какие-то вещи на кофе-поинте, когда разработчики обсуждают, и ты такой, так, вы говорите, что оно может не сработать? А мы вроде как на это планиру рассчитываем, что оно сработает. Ну да, а почему мы лиски это не записали? Ну, не знаю, очень важно. Ну, я прям с телефоном напоминалку себе закидываю, потому что но в целом оказывается, что у нас есть такой лиск. Да, оказывается, вероятность его небольшая, но на улице идёт. Ну, никто ему одно не сказал. Не подумал. На кофе-поинте искренне. А есть когда-то как раз категории рисков, по которым проходишь и анализируешь, собираешь, да, вот эту лиску, а не забыть с какой-то категории рисков, выбрать какую-то лиску, что если начинают наваливать жизнь, то можно будет кто-то забыть. Ну да, то есть я часто подхожу, ну, то есть я там показывал, что у них было категории рисков, то есть есть персональные риски, есть технические риски, есть, ну, там, по-моему, из десяти или пятнадцати. И ты как бы сам определяешь, какие для тебя нужны. Я просто взял из книжки, там их было, по-моему, 15 или 20, и потом сократил до тех, которые я обычно использую. И ты смотришь, то есть мы сделали там первую часть рисков, ты смотришь, что все риски технические. То есть персональных у нас вообще нет. Ну, то есть так это, так вы это себе видите. Не, ну, есть, окей. Оказывается, что там, Оксана с Виталией уже две недели не разговаривает, а они как бы работают. Ну, как бы есть персональный риск, конкретный персональный риск. Вот. Ну, да, потому что это влияет. Особенно если их всего два кюрея, то это сильно влияет. Еще интересный вопрос есть. Сколько обычно составляет такая средняя по больнице? Ну, подушка под риск, при подписании то, что он имеет проект, в котором он возглавляет. А, ну, короче, ты знаешь, как все. Это как, сколько нужно зарабатывать в бизнесе? Вот. Украинцы скажут, что если бизнес не переносится на 200%, то это херовый бизнес. Вот. А в Европе 5% в год вообще зашибись. Вот работай. Ну, я не знаю. Такой цифр идет. Отлично, у меня получается, что плюс-минус около 10-15% мы закладываем не явно. И еще там процентов 25, ну, или около того, закладываем, скажем так, явно, подписываем. Да. Подписывал процентов? Да. А максимально какая была? Какими инфекциями? Ну, максимально, у нас, максимально уже это появка 55%. Вот. Обычно клиенты больше, чем на 50, не соглашаются. Нужно с этим работать чуть по-другому. Это уже больше вопрос к целозам. Потому что, ну, то есть, как квадратный проект, и вообще, может ли, его не стоит начинать? Ну, я как бы чувствовал, что часто объемы вообще не продают отдельные, какие-то риски, его просто разбивают на доли, разработчик, проект, комп, и так далее, и все, у тебя какой-то цена в этой объеме. И заказчик даже не знает, даже понимаешь, что есть объем, если это вообще проект. Ну, тут, тут, я, ну, я тоже такое видел, и один раз даже, ну, подобный образом менеджмент проект, но у вас тут, как бы, не в том, как бы, а возможно там, наверное, риск-менеджмент был не нужен. Вот, просто, часто не хотят покупать, какие-то риски, какие риски, вы что-то знали? Не естественно, как вы можете не знать технологии, и так далее. Ну, да, но тут вопрос, вопрос компании, кто ее целевая аудитория, на каких клиентах они, как бы, если вы придете без рисков, допустим, к интерпайской янду, ну, некоторые могут удивиться, вот, некоторые могут ощущать вас непрофессионально, потому что вы пришли без рисков, вот, а если вы придете к другим, с рисками, что это, какие риски, какие резервы, сколько денег, вообще от чего, вот, я просил вас, я просил вас сделать маленькое предложение, вот, для всех, вот, а вы мне, тут есть и какие-то. А если большой процент рисков не, как бы, не работает, и риски, так, 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 ну, все любят тайные материалы, хотя, честно, для меня, я больше не прочитаю, в авиации, на тему, фиксит прайс, потому что, там, как бы, шахлево, шахлево, и, как бы, окей, передоговариваемся, то есть, очень многие моменты, они ограничены контактом, различными, скажем так, ограничениями, наложенными на проект, в тайный материал, мы куда-то ехали, ехали, никак и не приехали, клиент был недоволен, мы ему за это сделали что-то бесплатно, потом, в итоге, который неудоволен, мы не довольны, потому что у нас маржа упала, потому что мы сделали что-то бесплатное, чтобы Debrity клиента, а он как бы B interpreter h. tell me material специфичная схема, я бы так сказал. И там, чаще всего, приходится работать, не должен говорить его, менеджмент ожиданий. И с ними приходится работать гораздо сильнее, чем в Fixed Price. Потому что в Fixed Price его ограничить. Его ожидания нечетко указаны. Он прям точно этого хочет. Мы уже обретаем немножко. Заканчивается, есть какой-то последний актуальный вопрос. Очень коротко. Может быть, делаем давно. Данил, у меня последний вопрос. Давай. Смотри. Все очень просто. Вот из реальной жизни. И так, приходит клиент, оценивает его риски. И там всяких рисков, которые могут случиться с вами и с разработкой. Ну, они там есть, но они умеренные. То есть можно проект понимать. Но, в целом, есть еще один риск. Человек, допустим, заказ, думает такой. Так, я риск, закажу сейчас привожу, через который будут мне писать всякие там вопросики. Ну, там, риски всякие судебные. Я буду на них отвечать и за это буду брать деньги. Но, поскольку у них там одна проблема. Это приложение никому не нужно. Потому что обычно там отправляют вот такие вот листы и никакое приложение не будет работать. Но, типа, сделать его можно. Да, да, да. Хочеть для него деньги можно. А это вообще риск. Ну, типа, для него это, наверное, риск. Это никогда не будет никому нужно. Но, сделать это можно. Никаких проблем с технологиями нет. Я бы сказал, что тут такой момент, что для кого это риски и под каким… Нет, для него это риск. Нет, для него это риск. Для вас, для компании, которая будет делать это риск. Если ваша цель, в принципе, сделать хорошо приложение и получить за это деньги, то для вас это не риск. Вам не важно, взлетит этот продукт или нет. Если вам интересно, допустим, помочь клиенту реализовать его потребность, получить какую-то репутацию и так далее, то для вас, для компании это риск браться за такой проект. Потому что вы знаете, что он заведомо… Правально. Да, правально. Вам так кажется. То есть, в зависимости от того, какие вы цели ставите. Ну, для себя. Можно, наверное, не отвечать, но, ладно, не в процентах. А вообще, бывает такое, что вот приходят проекты и гложат смутные сомнения, что, скорее всего, этот проект проявляется прямиком в могиле. Ну, я бы так сказал, что с завидной регулярностью раньше мне приходили на снимацию проекты, и там нужно было оценить проект что-то в духе. Мы хотим сделать как Фейсбук, только чуть по-другому. Там он будет еще круче. Или там Инстаграм. Кстати, реализовались в России. Видно, не на всех других разрывчиках. И ты такой, как бы, ты думаешь, нам нужно начать брать деньги или там бросить бонусы каждый раз, когда… Иногда приходит какой-то запрос с подобной формулировкой. Потому что, ну, то есть, может быть, если бы там по 10 дней просто удалось зарабатывать, может быть, зато больше зарабатывал. Такой нехилый бонус. Вот. Но, да, иногда приходят клиенты и просят какую-то с твоей точки зрения чушь. Но ты же ведь не психолог и не его мама, чтобы разговаривать его сделать какую-то глупость. Ты ему говоришь о том, что, ну, в чем твое конкурентное преимущество? Почему ты думаешь, что ты сделаешь лучше, чем огромная корпорация Фейсбук? Вот. Почему? Ну, то есть, возможно, он знает то, чего не значит их. Ну, who knows. Вот. Когда, как бы, этот, был MySpace, вот, собственно, Фейсбука не существовало, они думали о другом конкуренте и такие, что, какие-то там чувак пишет в кампусе какую-то хрень, вот, чисто локального разлива. А он думал иначе, вот, оказался прав. Но это, как бы, опять, тут уже вопрос, наверное, с ошибкой вышибшим. Потому что, наверное, сотни или тысячи людей думали, что они сделают новый Фейсбук, а сделал один, и все думают, что этот один человек показать не. Сказать, ну я очень прошел. Ключ оставь. Спасибо. Спасибо.